Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и очередная пятинутка, такой своеобразный лайфхак. Программы, о которых мы сегодня поговорим, я про них еще отдельно сниму видеообзор, но именно в контексте сегодняшней рубрики. Эти программы и мой метод поможет вам сравнивать удаленные файлы, вот именно удаленные не в том плане, что мы их удалили, а на другом компьютере, к примеру, где нет интернета. Более того, я уже рассказывал, как сравнивать, допустим, текущие файлы с FTP-сервером, то есть наличие таких же файлов на FTP-сервере, либо на Samba-диске, для того, чтобы удаленно их синхронизировать, то есть чтобы у вас ничего не пропало, то есть что действительно у вас приравнивалось к тому, что вы фактически забэкапили. Сегодня другая ситуация, представьте, что у вас два компьютера, они не подключены к интернету, это более того не Samba-раздел, не FTP-сервер, а это просто надо вам сравнить две папки на разных компьютерах и перенести данные. То есть и не в большом объеме, у меня сегодня речь идет о данных, это 120 гигабайт, а точечные 120, допустим, различия могут быть там в 3-4 гигабайта, и я вот именно хочу целенаправленно эти 3-4 гигабайта перенести на другой компьютер. Итак, это лайфхак. Я не знаю, новая рубрика, не новая рубрика, но пока в рамках 5-минутки. Итак, давайте посмотрим. Есть у меня вот такая вот папочка PlayStation Vita App, и это игра, которую я покупал на PlayStation Vita, я до сих пор покупаю, сегодня вот купил, наконец-то, четвертую персону. И что я делаю? Я все свои игры, цифровые покупки, фильмы, музыку всегда бэкаплю и закидываю, получается, с основного компьютера на бэкап компьютер, где это все хранится на жестких дисках. Ну, с сетевым доступом, но сегодня представим, что сетевого доступа нет. И мне, смотрите, это все весит 120 гигабайт. Мне нужно точечно перенести только те игры, которые я купил вот сегодня. Но при всем при этом я не знаю, какие это папки. То есть, вот, да, тут, видите, нейминг у PlayStation, это не название игры, а просто вот такие вот, получается, шифры игр, которые можно смотреть в интернете, но это, ну, все накладно. Что мы с вами делаем? Запускаем обычно блокнот. Ноутпад, да, вот просто блокнот. И я открою ноутпад++, потому что, на самом деле, я работаю с ним, но я вам сегодня на примере хочу просто показать. Вот этот текст, эта команда, вы вставляете в блокнот, после чего сохранить как? Так, если вам не видно, не ставьте на паузу, в описании все будет. И давайте назовем его, вот у меня называется фолдер этот батник, а мы его назовем лист, текст тест стираем и набираем бат, после чего тип файла мы меняем на все файлы. Сохраняем и появляется вот такой вот батник с шестеренками. Вот я говорю, у меня используется фолдер с бат, но здесь я его назвал лист бат, вы называйте как хотите. И это как бы черновой пример, он не нужен, блокнот там, в принципе, теперь тоже не нужен. Вот, смотрите, этот батник я помещаю сюда, то есть мне нужно сравнить именно вот этот вот каталог моей учетной записи и вот эти вот папки. Запускаем этот батник, после чего у нас появляется вот такой вот текстовый документ, и в этом документе мы видим, значит, ну вот первые две строчки, это то, что сам батник, и то, что файл, который создался, и дальше вот все-все вот эти вот файлы с играми. Они здесь перечислены, их смотреть не буду, потому что все равно ничего не пойму. То же самое я делаю на другом компьютере, у которого нет, к примеру, интернета. Так, он создался. Тоже запускаем. Здесь тоже вот эти вот названия игр, то есть шифры игр, тоже фолдерс, батник, лист, но это другой файл. Вариант номер один, если вы ничего не хотите ставить, можно сравнить вот эти вот текстовые документы через такой сервис, как stax.num2world.ru, ну или num2world.ru. Вот, можем сравнить, давайте сравним через интернет. Вот, но опять же, кто-то, может быть, не захочет свои какие-то личные, ну, как бы данные, хотя данные-то громко сказано, выкладывать в интернет. Есть программа. Есть программа, замечательный инструмент, который позволяет вам сравнивать архивы, хэш-сумы, текстовые документы, вордовские документы, то есть, ну, очень много чего. Давайте вот сравним. Тексты разные, и нам сейчас обозначится, что, собственно, разное. А вот они, как бы, три строчки, три игры, это персона, это Катерина, а вот это, честно говоря, даже не знаю, что за игра, по всей видимости, я ее сам давно должен был скопировать и прозевал. Не знаю, ну, не суть. Вот, и мы видим с вами различия. Но это надо грузить в интернет, не всем это понравится. Но почему я показал тот способ? Потому что не всем, наоборот, понравится, что, ну, нужно что-то устанавливать. Есть такая программа, называется WinMerge. Я про нее сниму отдельное детальное видео, потому что этот инструмент меня в институте просто выручал. Он очень старый, но, как бы это странно не звучало, он совершенно бесплатный. То есть, он распространяется как Audacity какая-то, как open-source проект с исходным кодом, но ничего не стоит. Ну, молодцы. Значит, смотрите, левый документ, пускай у меня будет с моего компьютера, где я храню бэкапы. Правый я перетащу вот сюда, во второй документ. Вот, это будет то, что у меня сейчас по факту на этом компьютере, где я бэкаплю игры с под Витой, ну, то есть, с которым я работаю вместе с Витой. Вот, два документа. Можно сравнить треть, кстати, на секундочку. Можно даже три документа, будет три столбца. Жмем сравнить. Это, смотрите. Ну, документы длинные, да, как бы. Если, допустим, у вас очень длинный документ, и представьте, вот там, не как у меня одна страничка или две странички, а десять страниц. Вы же не будете все листать. Здесь, в левом уголке, есть такая классная штука, называется положение. Она сразу показывает, какие фрагменты вашего документа отличаются. Допустим, ну, либо документы, либо архивы, либо других файлов. Об этом будет в подробном обзоре. Сегодня вот именно мой лайфхак, как я делаю. И вот, смотрите. Вот мы видим, эти строчки, они отличаются. Они прям помечены, что, ага, здесь как бы вот слева пустота, потому что, ну, как бы, подразумевается, что должны быть вот эти вот строчки, а их нет. То есть, ну, вот эти вот, получается, три файла, о которых я говорил. Что я делаю? Ну, как я сейчас буду переносить на свой компьютер? То есть, 10.41. Окей. Вот. И просто я просто их беру, копирую, закидываю на свой FTP-сервер. Ну, опять же, говорю, это у меня есть FTP-сервер. Если бы не было, мы бы просто с вами закинули на флешку и перенесли их. Но еще раз говорю, перенесли только три игры, которые вот действительно по факту отсутствуют. А так бы, все, весь этот архив, он весит 120 гигабайт. Давайте поддерживать контакт. Ха, с вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся. Всем пока и до скорых встреч. Пользуйтесь только лучшим.